Здесь русский дух. Международный конкурс, фестиваль народной музыки и танца самородки можно назвать хранителем народных традиций. За свою 13-летнюю историю он собрал на своей сцене лучшие фольклорные композиции разных стран. Народные мотивы, почти забытые и знакомые с детства каждому, благодаря таким коллективам, живут в веках. В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители в различных номинациях – инструментальный, вокальный жанр и хореографический. В нынешнем году в нашем конкурсе принимают участие несколько творческих коллективов, приехавших из различных регионов Российской Федерации, Крыма, Севастополя и Казахстана. Программа фестиваля рассчитана на 7 дней. Помимо выступлений конкурсантов, организаторы обещают концерты и на городских площадках, и тематические экскурсии, и большой гала-концерт на главной сцене Дома офицеров Черноморского флота. Волнительный и почетный шанс открыть конкурсную программу выпал ансамблю «Экспромт». Ученики третьей музыкальной школы исполнили произведения на аккордеонах. Зародились самородки в 2007-м. Через год председатель жюри, заслуженный артист России Дмитрий Белинский предложил учредить праздник – День Балалайки. И с тех пор традиционный русский инструмент является символом фестиваля. За 13 лет в конкурсе приняли участие не только сотни коллективов из стран СНГ, но и гости из Швеции и Бразилии. На мой взгляд, наверное, нужна правильная реклама. Это прежде всего. И реклама не только по телевидению, радио, наверное, нужна еще внешняя реклама, которая должна быть в городе Герои Севастополя. А по клубам, ведь тоже там, где скапливается наша уважаемая молодежь, тоже надо как-то рекламировать наши народные инструменты. И наш праздник – День Балалайки, который сегодня, 23 числа, происходит. Покорить строгое жюри каждый пытается по-своему. Кто исполнением, а кто необычными костюмами. Но главное даже не призы. Участники говорят, здесь как в поговорке. На других посмотреть и себя показать. Итоги фестиваля подведут 30 июня на Гала-концерте. Александр Ковалева, Владислав Илюхин, Андрей Глушенко. Новости ХТВ.